Песня «Пронзительная до слез» первой, услышав «Синий платочек», всплакнула сотрудница цеха грамзаписи в 42-м. В тот морозный вечер у Клавдии Шульженко хватило сил исполнить эту композицию лишь один раз. Но слезы рабочие испортили. Первый вариант записи и пластинка так и не вышла. Хотя «Синий платочек» все же полетел по стране. О песне «Победы» Ирина Шудько. Песню про «Синий платочек» петь я сейчас вам готов. Ты что, пивуешь петь? Нет, зачем? Плавдии Шульженко. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, Как провожала и обещала синий платочек беречь. С легкой руки Клавдии Шульженко синий платочек лег теплой шалью на сердца, скованной леденящим ужасом войны. Правда, в 1942-м все больше не синего, а красного, алого цвета крови. Песня, в которой каждая строчка снайперски точно передает чувства тех, кто ждет и тех, кто сражается, сначала было больше про расставание, чем про войну-разлучницу. И пусть со мной нет сегодня, любимой, родной, Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь плоток дорогой. Трогательная мелодия «Не то романса, не то вальса» появилась еще в 1939-м. Всего за полчаса польский композитор Ежи Петербургский написал по музыкальным меркам скромный вальс и исполнил его на джазовом концерте. Там его услышал поэт и драматург Яков Галицкий и также легко, прямо в зале на коленке, набросал первые строки. При всей постате этой мелодии, которая бы, казалось бы, написана одним пальцем, на самом деле она скрывает в себе таинство джазовой музыки, потому что написал ее джазовый композитор. И если мы обратим внимание, то, например, такие обороты, как... Чисто джазовая гармония. Простую мелодию подхватил каждый по-своему. «Синий платочек» сотни раз менял исполнителей и даже текст. Тот, кто забывал слова, тут же сочинял новые, порой меняя песню до неузнаваемости. 22 июня, ровно в 4 часа, И в мобильном объявили, что началась война. Лирическим гимном Великой войны «Синий платочек» стал благодаря Клавдии Шульженко. Финал песни певице был не по нраву. Так в ней появились главные строки. К ней подошел познакомиться фронтовой корреспондент Максимов, лейтенант. Разговорились, и она посетовала, что вот, ну, не нравятся слова. Окрыленный Максимов за ночь сделал новые слова. И Клавдия Ивановна с одной единственной репетиции начала исполнять новые слова. Те, которые мы с вами знаем. За них родных, желанных и любимых, Таких строчит пулеметчик за синий платочек, Что было на плечах дорогих. За синий платочек пулеметчик строчил в буквальном смысле. Есть байка, что один из бойцов прикрепил на свое орудие портрет любимой жены, Сказав, ну что, Анюта, дадим фрицам прикурить. И теперь по всем фронтам палили не просто очереди, А Нины, Марии и Екатерины. И между строчек каждый слышал голос родной и строчил свою мелодию. Так что командир мог точно определить, кто заговорил, Нина или Маша. А в тылу синий платочек стал символом надежды для миллионов жен и матерей. Как в песне они провожали и обещали беречь воспоминания, Быть рядом любящим взглядом. На память любимому, дорогому Саше от Клавы. Военно-полевой роман у Клавдии Петровны случился в 44-м. В Одесском эвакогоспитале 18-летняя старшая медсестра Клава ухаживала за раненым Сашей. Уже через две недели они решили пожениться. Мы ходили три дня, этот ЗАГС искали. Придем, а там этот дом разбит, нет ЗАГСа. На второй день пошли опять, опять нет, только на третий день. Весело было, молодежь, кричали, помню, горько. А я не знаю, почему, а мне начальник госпиталя не давать целоваться, не давать целоваться. Почему, не знаю. Но через пару месяцев стало по-настоящему горько. Влюбленных разлучили. Эвакогоспиталь перебрасывали из города в город вместе с медиками. До конца войны слышать голос родной Клавдии Петровне помогали письма. Письма твои получая, слышу я голос родной. И между строчек синий платочек снова встает предо мной. Синий платочек стал песней оружием и песней талисманом. Без нее не обходился ни один концерт. В тыловом Свердловске спектакли дают днем в госпиталях, а ночью на сценах. Уставшие за смену заводчане требуют романтики. На афишах сплошь классические опереты, довоенные песни. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Трагедии войны скрашивали комедиями, музыкальными. В театре мускомедии премьера за премьерой, чтобы не развлечь, а отвлечь свердловчан от ужасов тех лет. Победоносная сила музыки спасала и утешала. Артисты вспоминают соло примы Марии Викс в больничной палате. Она пела для умирающего бойца. Он попросил спеть песню про летчика, потому что он был летчиком. Мария Густавовна спела, и он спросил, как ее зовут. И она представилась, Маша. А он попрощался, сказал, прощайте, Маша. Этот человек умер. И Мария Густавовна потом рассказывала, что она больше никогда не могла петь эту песню. Никому. И сколько их, любимых, родных, не вернулось с войны. Эту память, как синий платочек, носит в сердце с собой каждая семья уже семь десятков лет. Простые слова хранят и горечь слез, и радость встреч, и ту любовь, ради которой строчили, воевали, ждали, верили и побеждали. Сколько заветных платочков носим мы в сердце с собой. Радость и встречи, девичьи плечи помним в страде боевой. За ним, родных, любимых, желанных, родных. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова